Водолеи, доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас рада видеть на своем канале. В данном видео выполняю для вас расклад на последующую неделю, в период с 23 по 29 августа 2021 года. В работе у нас сегодня два интересных инструмента, это дом сумасшедших Евгения Винницкого и оракул тайны любви. Коробки уже ставлю вам, скажем так, к лицу, чтобы вы видели, потому что озвучивать, я так понимаю, бесполезно. Озвучивай в начале видео, не озвучивай, всегда пишите в комментариях, с чем работаем, вот чтобы уже вам было наглядно. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и будем с вами смотреть и анализировать, как же для вас пройдет эта неделя. Итак, позитив, негатив, совет от карт. Какова у вас здесь будет ситуация? А здесь у вас, смотрите, десятка кубков паш, кубков перевернутый король мечей. Озабочены будете вопросами, связанные с детьми, с вашими близкими, может быть, вашими племянниками или детьми ваших родственников. Потому что здесь, во-первых, либо вас попросят присмотреть, либо за своими будете смотреть. Также это могут быть какие-то противоречия, накалы, страсти в плане воспитания детей и все, что с этим связано. И здесь, как решать вопросы наследственных, генетических заболеваний, то есть проводить диагностику, в принципе, какие-то обследования. Если же у вас детей нет, то здесь это, в принципе, знаете, как вопросы примирения с кем-то, с родственников, восстановление взаимоотношений. Это укрепление союза, идти первыми на контакт, идти первыми на встречу, реабилитироваться в чем-то. То есть каким-то образом проявить себя и зарыть топор войны. Если же эти карты смотреть с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны. Сейчас мы с вами проанализируем ситуацию. Здесь вам может идти человек, но человек такой жесткий, любвеобильный, но идет ситуация обмана. Почему? Потому что даже дно колода, как вы видите, колесница, попытка усидеть на двух стульях, то есть из серии и вашем, и нашим. То есть такое нетривиальное предложение, будете ли вы его принимать или нет, это уже другой вопрос. Но тем не менее, для мужчин это не свободные женщины, для женщин это не свободные мужчины. Хорошо, для тех, кто у нас находится на данном этапе в любовных треугольниках, то здесь это укрепление отношений с любовником или с любовницей. Причем здесь через ситуацию конфликта, выяснений взаимоотношений, каких-то противоречий, которые были между вами, но это укрепление союза. Для тех, кто находится в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. А вот здесь видите конфликты, давайте выяснять из-за чего. Ну то есть, как я вам сказала, может быть из-за детей, либо каких-то нюансов, но здесь из-за чрезмерной эмоциональности вашего партнера, неумения контролировать себя в целом. И видите башня, это когда вам стоит ультиматум, хлопают дверью, там уходят. Ну то есть это знаете, когда вам надоест под кого-то подстраиваться. Из серии хочешь уходить, уходи. Потому что здесь вы будете отстаивать себя, наконец-то себя, как личность, как целостность и не вести на какие-то эмоциональные манипуляции в отношении вас. Поэтому здесь такое действительно, ну знаете как, не хочешь, не надо. Тебя никто удержит, либо упрашивать не будет. Хорошо, давайте посмотрим, как для вас отыграется эта неделя в плане работы и финансов. Итак, если на данном этапе вы не работаете, как вариант, вы в декрете, либо вы пенсионер, который не работает, то по семерке мечей это вопросы связаны, видите, здесь семерка мечей, а здесь суд. Заручиться поддержкой и ваших, и наших. То есть и одних родственников, и вторых родственников, чтобы вам помогали здесь со всех сторон. Потому что, как мы видим по картам, вам эта помощь необходима. Ну и в принципе вы здесь можете утаивать свои доходы. И они здесь могут идти от пассивных до источников, либо наследства, которые вы можете утаивать. Но тем не менее ситуация здесь стабильная. Вам есть на что жить, кормиться и в принципе существовать. Для тех, кто же находится у нас в статусе соискателя. Туз кубков это прекрасные возможности, трудоустройство. Причем смотрите, десятка кубков туз кубков это не найти себя, свою нишу. Реализовать себя на том поприще, на котором хотите. Даже пройдя какое-то жесткое такое предвзятое отношение к вам на собеседование, либо неудобные вопросы. Но тем не менее, видите, вы довольны здесь работой. Хорошо. Если же вы уже являетесь наемным сотрудником. Все легко, все стабильно. Даже если здесь были какие-то конфликты, противоречия. А здесь могут быть конфликтные ситуации. То есть это примирение, это восстановление, это работа налегке. Это праздник. У кого-то, кстати, здесь по связке карт, это могут быть и выходные, затяжные. Потому что здесь атмосфера радости, атмосфера праздника. Хорошо. Для тех, у кого свой собственный бизнес. А для вас ситуация застой. Давайте смотреть почему. Потому что я не вижу особых каких-то проблем. Четверка жезлов это карта праздника, отпуска, домашних торжеств. Потому что, обратите внимание, одно колодие, то жезлов, это когда в вас зажгли идею, радость жизни, потенциал. И видите, что-то праздновать. То есть это может быть даже у вас отпуск, выходные, отдых. Потому что эмоциональный фон у вас стабилен. Дела идут, дела спорятся. Но вы можете их делегировать на расстоянии. В плане состояния здоровья, еще раз повторюсь, это могут быть вопросы детских заболеваний. Элементарно, вы подцепили от детей. Ветрянка, корь, краснуха, все что угодно. Либо диагностика наследственных заболеваний. Это то, что у вас здесь проходит. Давайте теперь анализировать негатив. Какова здесь ситуация. Ну, вы посмотрите, по связке этих карт, это кто-то к вами будет манипулировать. По принципу, ставить в вас какую-то патовую ситуацию. Играть на ваших чувствах, эмоциях, доверии. Начиная от вопросов суицида, чтобы вы с кем-то оставались в отношениях. До позиции, я от тебя уйду. То есть играть на каких-то крайних эмоциях. Почему? Потому что знаешь, что вы слишком эмоционально к человеку привязаны. И, соответственно, это действительно вас будет каким-то образом выбивать из колеи. Почему? Потому что вы боитесь потери. Вы боитесь ситуации разбитого сердца. Вы боитесь, что вас здесь оставят ни с чем. А по факту, по ту закупку, как вам нужно поступить. Ну, уходишь, уходи. То есть, я даже тебе помогу, протяну руку помощи. Не показывать эти эмоциональные качели. Не вестись на вот эти вот манипуляции со стороны тех лиц, которые пытаются вами управлять. Потому что, к сожалению, вы действительно слишком привязываетесь, поддаетесь. Не можете вы здесь себя контролировать и свое поведение. Это, конечно, печально. Совет по картам. Девятка кубков. Вот видите, несмотря на всю чувственность обстановки, поступайте так, чтобы вам не снесло голову. Потому что, несмотря на то, что вы люди с аналитическим типом мышления, и в рыбе все трезво, четко, с чувством, с расстановкой, не всегда вы можете контролировать свое внутреннее я, свои переживания. И зачастую выставлять это на показ. Девятка кубков – это жить ради себя, ради своей зоны комфорта. Наслаждаться каждым днем. И, в принципе, жить в удовольствии себе, а не кому-то, кому-то в угоду. Вот это вы должны здесь понимать. А зачастую делайте совершенно наоборот. Ну и посмотрим неожиданность этого периода. Какова у вас здесь будет ситуация? Узы, материальный мир и зеркало. То есть то, что на текущий момент происходит с вами в семье, в партнерстве, в родственных узах и связях, это, знаете, как ситуации, либо родственники, которые зеркалят вас, ваше поведение. И чем больше у вас страхов, тем больше у вас, знаете, как это будет проявляться в жизни. Карта материального мира – это быть в отношениях по расчету, либо с кем-то за кого-то держаться с позиции, что я без него пропаду, или без них, или без нее. По факту вы сами себе для себя душеприказчик, и ангел, и демон. Почему? Потому что, видите, это тот тяжкий крест, который вы на себе несете. Тут именно вопрос ваших эмоций. Обратите внимание. О, боги! Плен, ведьма, искупость. Ребятки, не хочу вас пугать, но здесь для многих из вас есть воздействие, либо попытки разбрушить тот быт, который у вас есть на текущий момент. Видите? Как в клетке, нет развития ситуации, либо нет развития каких-то возможностей. Причем ситуация здесь – это давняя. Не для всех эта ситуация будет сейчас озвучена, то, что я вам рассказываю. Но это касается тех, в основном, кто был в треугольниках. Потому что по картам я вижу, что одна сторона пытается активно отбивать другую. Причем у вас эти деструктивные программы ложатся не только как рассорки в отношениях, но как и ваши проблемы со здоровьем. Что вам делать? Проявлять верность партнеру, избавляться от иллюзий, эмоциональных привязок. Ну и, я думаю, здесь слова излишни. Не я это сказала, вам сказали это карты. Зуб за зуб. По-другому здесь не скажешь. Непростая неделя. Правда, непростая. Но, как значит, идет такая информация, нужно это, знаете, взять в обработку. В любом случае, все негативные аспекты для вас я перекрою позитивными. Чтобы у вас все проблемы ушли в небытие, а была только легкость, чувственное удовольствие, благополучие в семье с вашими близкими, с вашими родными. Пусть в вашей душе всегда царит счастье. Вот таким для вас выходит расклад на эти 7 дней. По прошествии времени буду ждать от вас обратной связи. Как для вас этот расклад отыграется, насколько он с вами будет созвучен, насколько он для вас будет продуктивен. Поэтому пишите. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Для тех же, кому интересуют вопросы обучения на картах Таро по системе Райдера Уэйта, либо вопросы индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Искренне благодарю вас за просмотр и до новых встреч!